А перед просмотрами хочу представить вам канал бытовой диалог, мебели, влоги, обзоры и распаковки, съемочное оборудование и Raspberry Pi, а также умный дом и 3D печать. Переходите по ссылке в описании, смотрите и обязательно подписывайтесь. Бытовой диалог, ссылка в описании. Всех приветствую дорогие друзья на канале Радиолюбитель ТВ. Сегодня я бы вам хотел рассказать, что такое генератор звука и как сделать простой генератор звука, схемка так сказать для начинающих. Так вот, что же такое генератор звука и с чем его едят. Итак, давайте первым делом определимся со значением слова генератор. Генератор от латинского generator – производитель. То есть, объясняя простым языком, генератор – это устройство, которое производит что-либо. Но что такое звук? Звук – это колебание, которое может различить наше ухо. Кто-то пукнул, кто-то икнул, кто-то что-то сказал. Все это звуковые волны, которые слышит наше ухо. Нормальный человек может слышать колебание в диапазоне частот от 16 Гц до 20 кГц. Звук до 16 Гц называют инфразвуком, а звук более 20 000 Гц, то есть 20 кГц – ультразвуком. Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что генератор звука – это устройство, которое излучает какой-либо звук. Все элементарно и просто. И почему бы нам не собрать его? Представляю вашему вниманию такую вот простенькую схемку генератора звука. Как мы видим, эта схема состоит из конденсатора емкостью 47 нФ, резистора на 20 кВ, транзисторов КТ-315 и КТ-361. Можно взять и с другими буквами, или вообще какие-нибудь другие маломощные. Также у нас присутствует маленькая динамическая головка, и кнопочка для включения и выключения можно сделать и без нее. На макетной плате все это дело выглядит примерно вот так. Вот, собственно, и наш транзистор. Слева КТ-300 ШАТ-1, справа 315. У 361-го буквы находятся посередине на корпусе, а у 315-го слева. Эти транзисторы являются комплементарными парами друг к другу. А вот так будет работать наша схема. Нажимая кнопку звук появляется, отжимая он исчезает. Кстати, частоту звука можно менять, меняя значение резистора или конденсатора. Также частота увеличивается, если повышать напряжение питания. Например, при 1,5 вольтах частота будет ниже, чем при 5 вольтах. На нашем видео напряжение выставлено на 5 вольт. Кстати, у меня на канале было видео, где я собирал типа генератор звука на Ардуино. Там с помощью такой обычной пищалки, ну и конечно микроконтроллера, можно сыграть любую мелодию. Кому интересно, обязательно посмотрите этот видос. Кстати, знаете еще такой прикол? У девчат диапазон восприятия звуковых волн намного больше, чем у парней. Например, парни могут слышать до 20 кГц, а девчата уже до 22 кГц. Этот звук настолько писклявый, что он очень сильно действует на нервы. Что я хочу вам этим сказать? Да-да, почему бы нам не подобрать такие номиналы резистора и конденсатора, чтобы девчата слышали этот звук, а парней нет. Прикиньте, сидите вы такие на парах, врубаете свою шарманку и смотрите на недовольные лица одногруппниц. Но конечно, чтобы настроить такой прибор, нам понадобится девчонка, которая помогла бы услышать этот звук. Не все девчата также воспринимают такой высочастотный звук. Но самый прикол состоит в том, что невозможно узнать откуда идет звучание. Но только если что, я вам этого не говорю. Если вам интересно, давайте замутим такой эксперимент. Пишите в комментариях. Также пишите, на какие темы вы бы хотели, чтобы я снял еще выпуск на канале. Все необходимые радиоэлементы, которые вам понадобятся для сборки этой схемы, дешевле всего будет купить на Алиэкспрессе. Ссылки на хорошие товары и проверенных продавцов я оставлю в описании под видео. Ставьте лайк, если это видео было вам интересным. И обязательно подписывайтесь на наш канал Радиолюбитель ТВ. Здесь много чего интересного и полезного. Но пока, всем пока!